Добрый вечер, дорогие друзья. Передача «Откровенный разговор» Грузинского центра стратегического анализа «Джесак» продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и у нас на связи ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Здравствуйте, Николай. Очень рад вас видеть в нашей программе. Здравствуйте. Приятно быть у вас на программе гостем. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Николай, ну, естественно, главный вопрос. Главный вопрос – это вопрос о ситуации сейчас, о ситуации, общей ситуации сейчас, потому что я часто, ну, фактически, если честно сказать, со второго дня войны говорил, что Украина уже победила, что Российская Федерация понесла поражение в этой войне, и это неизбежно. Но вначале это основывалось на вере, но, слава Богу, потом эта вера начала подкрепляться фактами. И я, вы знаете, я начинаю верить в то, что когда ты веришь в хорошее, это хорошее потом добывается. И тем не менее, этапы этой войны и этой победы, если сейчас говорить, у вас было интервью, в котором вы говорили, что война может затянуться. Насколько затянуться? И вообще, каковы сейчас политические перспективы этой войны? Ну, и если про военное поговорим, тоже будет не только. Почему я всегда, почему я сказал о том, что война может затянуться, потому что, скажем так, чисто с политической точки зрения мы имеем, когда две стороны преследуют максималистские цели. То есть мы видим, что позиция Российской Федерации не меняется, к сожалению. То есть и их претензии к Украине, они максималистские, они фактически диктат такой вот, несмотря на то, что его нечем подкрепить с точки зрения каких-то успехов на поле битвы. Соответственно, ну и для Украины тоже это вопрос выживания. То есть это фундаментальные вопросы, и по этим вопросам, как бы, компромисса быть не может. И поэтому, когда идут такие вот войны с максималистскими целями, то, как показывает практика, когда какие-то первые неудачи, ну, как, например, сейчас Российской Федерации, потому что вы абсолютно правы, что вот фактически прошел месяц, Россия ничем не может похвастаться. То есть сказать, что она чего-то достигла в военном плане, несмотря на некоторые вклинения, углубления в территорию Украины, начиная с 24 февраля. Но, опять же, возвращаясь, то, как показывает практика, когда ведутся войны с максималистскими целями, то противостоящие стороны, они после первых неудач, они никогда не идут на какой-то вот компромисс. То есть они, наоборот, пытаются мобилизировать ресурсы, найти какие-то резервы, кинуть их в бой, соответственно, для того, чтобы попробовать, как бы, еще изменить ситуацию в свою пользу. То есть сейчас, несмотря на то, что, да, мы можем говорить, что на линии фронта, например, возле Киева, возле Харькова, возле Чернигова, на Николаевщине, соответственно, мы имеем все тенденции к стабилизации фронта, то есть даже имеем не единичные случаи успешных контратак украинских войск, которые отбрасывают, соответственно, россиян с подступов к этим городам. Соответственно, несмотря на это и на то, что идет стабилизация, мы видим те же сообщения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Генерального штаба, о том, что Россия пытается найти какие-то резервы, мобилизировать резервы в стране. То есть если было вокруг Украины сконцентрировано 120-125 батальонно-тактических групп из 160, которые имеет на бумаге, как минимум, Российской Федерации, то есть они будут тянуть в Украине то, что осталось, плюс наемники, плюс скрытая так называемая мобилизация. То есть в условиях того, что стороны преследуют максималистские цели, в условиях того, что у них остаются, ну в России остаются резервы какие-то, то есть да, Россия будет еще пытаться как бы восполнить потери и опять будет пытаться создать такую ситуацию, чтобы можно было там иметь какой-то козырь в рукаве, то есть с точки зрения ситуации на фронте, чтобы там переговоров потом конвертировать ее в возможность диктовать свои условия. Понятно, что украинская страна тоже не сидит сложа руки, тоже готовится, но я просто как бы, уже мы научились, мы имеем пример, когда до 24 февраля, то есть была дискуссия, начнется ли большая война, не начнется ли большая война, в военном деле всегда нужно готовиться к худшему. То есть мы получили очень хороший урок в этом плане и с точки зрения вот последующего развития событий, с точки зрения как может развиваться ситуация, да, нужно готовиться к худшему сценарию. И, например, меня очень волновало, ну это где-то две недели назад, возможно, в первые две недели, особенно была такая эйфория, что вот только санкций со стороны Запада будет достаточно, чтобы нажать на Россию, чтобы она прекратила эту войну, соответственно, то есть что будет крах России. Санкции, конечно, будет работать, но, как по мне, нужно готовиться к тому, что после первого как бы раунда противостояния, которое сейчас фактически заканчивается, может быть такая вот пауза, Россия попытается перегрупповаться, пытается подтянуть резервы и попытается еще раз получить какие-то козыри в переговорах и нужно готовиться к худшему сценарию, что вот это противостояние затянется, то есть нужно планировать с точки зрения затянувшегося противостояния, а не опять делать ставку на то, что вот все закончится тем, что санкции сработают, Россия не хватит ресурсов и Украина будет в ситуации, когда она сможет там диктовать любые слои. Просто вот мы имели хороший пример до 24 февраля и я думаю, если мы учимся хотя бы уже на своих ошибках, мы должны это учитывать в долгосрочном планировании и учитывать в плане политики Украины как государства и в плане того, что, например, мы просим наших партнеров в западных плане материально-технической помощи. Вот, то есть нужно готовиться к тому, что это, да, противостояние затянется, потому что это противостояние с максималистскими целями и под эти максималистские цели каждая из сторон будет мобилизировать ресурсы, а не идти на какие-то договоренности после первых неудач или после первых потерь, как в случае Украины, конечно. Необходимо, да, это, кстати, очень важный момент. Сейчас я просто вижу несколько сценариев сразу же. Честно говоря, вот после первых двух недель, может, десяти дней войны, я думал о том, что, скорее всего, они сейчас начнут отползать. Ну, под благовидным предлогом, почти не будет, но начнут все-таки отползать, потому что это было бы логично. Но они сделали то, что вообще не выкладывалось в голове, они перешли к тактике военных преступлений, введения войны и путем военных преступлений, преступлений против человечности, что, в общем-то, еще раз отрезало пути к оступлению для них же. Теперь вопрос следующий. Очень часто слышится, вот мир любой ценой и так далее и тому подобное. Даже я слышал следующую версию, что, мол, ну, а что стоит Украине уступить, ну, речь идет об гибели детей. Украина же, ну, типа, потому что Путин это такое природное явление, злое, но природное явление. А вот там Украина же, там же разумные люди и так далее. Вот этим гуманистам, в кавычках, что бы вы ответили? Ну, во-первых, по поводу того, что вы сказали, что вот отступить. Проблема в том, что мы имеем случай, мы взаимодействуем с человеком, то есть Владимиром Путиным, который никогда не отступает. То есть мы видим ситуацию, и вообще, если мы проанализируем политику России по отношению к Украине за последние 8 лет, то есть с начала 2014 года, то есть это ошибка на ошибке, и пытаясь компенсировать ошибки и негативные последствия ошибок, Путин удваивает все доставки и опять ухудшает ситуацию. То есть Россия проиграла борьбу с Европой, с Западом по отношению вектора внешнеполитической, внешнеэкономической интеграции Украины в 2014 году. Что сделала Россия? Россия удвоила ставки, начала ограниченную агрессию в Крыму и на Донбассе. Средством этого стало то, что, да, оккупировав 7% Украины, они потеряли остальную часть Украины. То есть начались процессы долгосрочной переориентации Украины на Запад в экономическом, политическом плане и в плане, конечно, делегитимизации русского языка, русской культуры. И потом вот, да, Путин, его элита, они в 21-м, начале 22-го года начали рассказывать, что вот, нам не нравится то, что, может быть, и Украина не будет скоро в НАТО, но очень много НАТО в Украине, хотя это тоже дискуссионная тема, насколько много было НАТО, соответственно. Но так или иначе, то есть опять он увидел результаты своей политики, но признать он их никогда не признает. То есть рациональный человек, адекватный человек, конечно, он, когда понимает, что он что-то сделал не так, он как бы делает шаг назад. Но это не в стиле Владимира Путина. И он опять совершил ошибку. Ну, то есть он начал уже полномасштабную агрессию, как попытку, как бы, компенсировать просчеты предыдущих лет, соответственно. То есть просчеты тех процессов, которые он запустил в 2014 году, начал ограниченную агрессию против Украины. А после 24 февраля, мне кажется, ему отступать некуда. То есть опции отступить для него просто нет. И он будет пытаться любыми путями, то есть или в формате противостояния армии на армию, или в формате, как вы правильно говорите, что началось просто террор. Террор с помощью неизбирательного огня по населению, по гражданской инфраструктуре, соответственно, любой ценой он будет пытаться навязать руководству Украины то, что он хотел бы получить. То есть для него пути отступления нет, потому что вся легитимность его режима, выживание его режима, его как политика, то есть она связана только в его понимании, то, как он очертил, то есть те параметры деноцификации Украины, демилитаризации Украины, никакого членства Украины в НАТО. То есть отступать ему просто некуда, и он будет пытаться любой ценой посадить за стол переговоров. И да, к сожалению, вот вы правильно сказали, после буквально первой недели боев, когда стало понятно, что, например, вот Харьков окружить не удастся, изолировать не удастся, Харьков стал первым городом, по которому начали массово обстреливать неизбирательное использование огня, которое, да, есть абсолютно преступлением. Потом уже оно пошло массово, то есть Чернигов, Николаевская область с Николаевым, в том числе Мариуполь, как отдельный кейс, когда фактически страдания сотен тысяч людей используются, как рычаг давления, рычаг влияния. Соответственно, то есть считать, что Путин отступит после 24 февраля, мне кажется, ну это вообще не вариант, это не в его, ну как бы, как бы стиле. Мы видим вот на протяжении всех этих лет, он всегда после очередного идиотского решения, он удваивает ставки, но никогда не отступает, к сожалению. Вот, и да, мы видим случай, когда вот уже не вышло воевать с украинской армией, несмотря там на количественное превосходство в силах, в средствах, качественного, конечно, нет. Мы увидели, что российская армия воевать вообще не может, то есть они не могут использовать те средства, которые в них есть. Они начали попросту обстреливать мирные города. И для меня тоже это показательно, когда вот системы ураган, системы смерч, они используются в первую очередь для террора населения. То есть не в контексте противостояния армии на армию, а в контексте именно террора населения. То есть все, что я вижу, вот государственная служба чрезвычайных ситуаций, чем она занимается, это просто вот ликвидация последствий именно обстрелов такими тяжелыми реактивными системами залпового огня. А по поводу переговоров, во-первых, исходя из того, что, как мы видим, российская позиция не меняется, так как по мне вот эта дискуссия, которая была, например, где-то неделю назад в Украине, она избавлена какого-то смысла. То есть пока Россия опять исходит из максималистской позиции, разговаривать с ними вообще не о чем, как на нынешнем этапе. И вот самый большой парадокс максималистской вот этой позиции, то есть россияне хотят все и сразу, они хотят, чтобы и Украина не была в НАТО, и Украина была демилитаризирована. Но есть простой вопрос, а какие тогда будут гарантии того, что Россия будет додерживаться тех или иных компромиссных решений? То есть фактически сейчас россияне хотят иметь возможность в случае необходимости и далее терроризировать украинское население. Поэтому вот те опции, которые они говорят, и не НАТО, и демилитаризация, то есть все и сразу так не будет. То есть вот я писал об этом моменте, то есть здесь, если мы говорим о теоретической такой дискуссии, тут или членство в НАТО, и тогда как бы меньше Украина будет сама развивать вооруженные силы, имея поддержку Соединенных Штатов Америки, или если вопрос стоит о том, что мы там не идем в НАТО, ну тогда должна быть своя сильная армия. Для меня вот самый показательный кейс – это Финляндия. То есть Финляндия, она формально не блоковое государство, но она имеет, во-первых, мощную армию, которая постоянно модернизируется и закупает самую новую систему вооружения, в том числе, например, самолеты F-35. И как-то Россию это не волнует, например. То есть они рассказывали много про милитаризацию Украины, а под боком, например, Финляндия решила купить такие вот самолеты. То есть сильная армия – раз. Второе – это сильный мобилизационный резерв, то есть возможность в первой волне выставить 280-300 тысяч человек. И это взаимодействие со странами региона, с Европейским Союзом, с НАТО и США. И опять же возможность, гипотетическая возможность, присоединиться к НАТО в случае необходимости. То есть использует это Финляндия или не использует – это вопрос. Но для них то, что есть возможность присоединиться к НАТО в случае необходимости, в случае такого решения власти, граждан этой страны – это как раз символ суверенитета. То есть тут или возможность дальше идти в НАТО, или вот такая вот финская формула, которая опять же предусматривает возможность присоединиться к НАТО. Поэтому сейчас все эти дискуссии лишены смысла, потому что Россия не готова реально договариваться. И сейчас, в принципе, наша главная задача – это дальше продолжать систематически уничтожать российского агрессора, чтобы у него фактически не осталось сил. Потому что российская армия после реформы 2008-2009 годов – это небольшая армия. То есть профессионально не вышла, но вышла небольшая армия. И им, чтобы реально что-то создать, какие-то новые силы, нужно время. И очень много времени. То есть наша задача сейчас – уничтожить то, что кинули против нас, и, возможно, то, что осталось. И выйти на ситуацию, когда России не будет возможности как минимум вести масштабные наземные наступательные действия, и тогда сказать, ну что, вы готовы договариваться или нет. Потому что сейчас все эти дискуссии лишены смысла, потому что российская оппозиция максималистская, и Россия хочет всего и сразу. А в случае с Украиной – тут тоже сложная наша переговорная позиция. Почему? Потому что я вижу некую полярность в восприятии наших граждан. Часть граждан справедливо считает, что нельзя идти ни на какие компромиссы. И почему нельзя? Потому что, во-первых, война – это потери, потери близких, потери знакомых, материальные потери. И в этом случае говорить о каком-то компромиссе очень сложно. И плюс Россия не имеет реальных инструментов давления. То есть им нечего взять на поле битвы, то есть представить Украине и сказать, а мы там, например, окружили вашу какую-то группировку. За исключением Мариуполя, все наши силы действуют на нужных направлениях, и угроз окружения нет. И будут дальше продолжать. То есть России нечем брать в плане давления. И очень много сограждан правильно говорят, что зачем мы будем идти на какие-то уступки. Но есть и другая сторона медали – то, что Украина тоже не может диктовать свои условия. То есть мы сейчас в такой ситуации, когда мы, например, эффективно противодействуем россиянам в оборонительной операции, в том числе с помощью западного оружия. Но мы сейчас не имеем возможности, например, провести один-два серьезных контрудара. Именно контрудара. Не контратаки, которые мы проводим постоянно, а контрудара, чтобы, например, разгромить там несколько бригад и освободить значительную часть территории, чтобы тогда уже с Россией говорить с позиции силы, скажем так. И здесь уже накладывается то, что по некоторым инструментам влияния на Российскую Федерацию мы не имеем над ними контроля. То есть если вопрос о санкциях, то мы можем только говорить с Западом по модальностям санкционного давления, но мы не можем накладывать такие санкции, которые бы мы хотели. То же самое относится к вооружению. То есть, да, Запад нам очень помог, не оставил сам на сам. Но все, что они нам дают, это такие легкие оборонительные системы, которые классные в оборонительной операции, но для наступательных действий нужна другая номенклатура вооружения. И пока что, несмотря на первые такие зондирования со стороны украинского президента, пока что там нет готовности НАТО передавать нам, например, артиллерийские системы. Вот когда будет готовность передавать артиллерийские системы или хотя бы боеприпасы к советским артиллерийским системам, которые есть в Центральной Восточной Европе, это будет маркер. И это будет возможность Украине тогда уже что-то другое планировать, как бы улучшить свою переговорную позицию. Поэтому, скажем так, вот мы видим, что Украина тоже в очень, я бы сказал, сложной и неоднозначной ситуации. То есть, с одной стороны, много людей справедливо и правильно говорят, а какой может быть компромисс, а с другой стороны, мы не имеем возможности тоже вставать, например, сейчас максималистскую такую позицию. И поэтому такая вот неоднозначная ситуация. Я честно это писал и признаю, что сейчас самое неблагодарное дело это вести вот эти консультации с Российской Федерацией, понимая то, что в Украине нет единой точки зрения и понимая, конечно, позицию Российской Федерации, которая не меняется. Но единое то, что мне понравилось, такая вот подвижка, это тезис президента Украины о том, что если будут идти те или иные модальности, договоренности, то есть, они будут открыты для общества и общество будет интересоваться его мнением. То есть, консультироваться. Референдум или нет, но хотя бы консультироваться. То есть, четко нужно говорить с обществом, потому что, да, сейчас главный риск для Украины не проиграть на поле битвы, то есть этого не будет. Я думаю, никого не надо уже переубеждать после месяца успешной стратегической обороны операции, что военным путем Украину не покорить. Но россияне могут сейчас попытаться сыграть на этих вот разных подходах, разных настроениях в середине украинского общества. И сейчас очень важно по поводу вот тех или иных переговоров, консультаций, четко и правильно вести дискуссию с обществом. То есть, давать ему понимать, что на кону, какая цена, какие риски. Вот, поэтому есть некоторые подвижки, но, опять же, сейчас мы не на том этапе, чтобы реально говорить о каком-то компромиссе, потому что Российская Федерация не хочет идти ни на какой компромисс. По поводу компромиссов я вспоминаю слова Зеленского, когда он привел, цитировал Голду Мэйер, что они хотят нас убить. Тут небольшое поле для компромисса. На самом-то деле так оно и есть. И я абсолютно уверен в том, что если бы у Путина получилось оккупировать Украину, то голодобор по сравнению с тем, что бы он устроил в Украине, показался бы, ну, по масштабам, то есть были бы репрессии гораздо шире, чем были бы при голодобор. Конечно, даже вот эти сообщения в СМИ, которые были, если мы вспомним, перед 24 февраля, то есть в германском таблоиде Bild, в Foreign Policy о том, что готовят списки людей на уничтожение элиты, это все можно поверить. То есть вопрос стоял об уничтожении украинской идентичности, уничтожении украинской элиты. И то, что мы сейчас видим на тех территориях, которые россияне временно взяли под контроль, начиная с 24 февраля, то есть на территориях Сонщины, Запорожской области, то, что они делают с учебниками, с книгами, то, что они планируют перевести обучение на русский язык. То есть, да, вопрос стоит на порядку дня, то есть об уничтожении украинского государства, об уничтожении украинского народа, украинской идентичности. И пока мы эту дурь с русских голов не выбьем, понятно, что ни о каком реальном компромиссе речь не может идти вообще. И сейчас вот главная задача, это просто дальше систематически, танк за танком, боевая бронированная машина за боевой бронированной машиной, солдат за солдатом, просто уничтожать российских военных, чтобы именно наземный компонент, чтобы не было инструмента давления на Украину, чтобы была готовность вести реальные переговоры, а не нагазывать все свои хотелки. Да, и с первого дня войны, кстати, я говорю, так как у меня канал, действительно, который смотрит в разных странах соседях России, я говорю о том, что, ребят, если кто-то думает из вас, что вот сейчас Путин захватит Украину и уничтожит все украинское, и после этого он остановится на этом? Нет, конечно же. Он потом, не потом, параллельно, одновременно уничтожит и все грузинское, и все азербайджанское, и все армянское, и казахское, и даже белорусское. И белорусское, ну, уже начали уничтожать, поэтому чего уж тут говорить. Поэтому тут однозначно под ножбы пошли бы все. В этом плане, конечно, Украина спасла абсолютно всех соседей России. Ну и потом, когда мы говорим о поле компромиссов, извините, я прошу прощения, речь идет о военном преступнике. О каком компромиссе может идти речь с военным преступником? Нет, ну есть прекрасно-надушные граждане, которые говорят, ну, хорошо бы Украине тоже что-то уступить. А что может Украина уступить? Вот давайте самые смелые фантазии. Что может Украина уступить Путину? Сложно, сложно представить, что может Украина уступить, потому что, ну, да, здесь классическая игра с нулевой суммой. То есть любые уступки, одной стороны, это будут фактически потери. То есть, да, сейчас поля для компромиссов не было. О каком-то компромиссе можно было говорить где-то так при Обаме, например. Если бы реально хотели нейтралитета Украины, то нужно было говорить тогда. Только тогда надо же было выводить Черноморский флот с Крыма, соответственно, чтобы был реальный нейтралитет, соответственно. Но тогда это никто не говорил, тогда всем подходила внеблоковость Украины. То есть, да, я полностью согласен с тем, что сейчас речи о компромиссе не идет, потому что вопрос о выживании Украины. То есть, ну, как можно, не можно быть полуживым, полумертвым. Вот как-то так. А по отношению к роли, которую фактически сейчас играет Украина в геополитике, это совершенно да. Мы имеем пример с Гражданской войны. То есть, когда Советы покорили Украину, они сразу же принялись за Кавказ. То есть, сначала Азербайджан, Армения, а в 21-м году это Грузия. И фактически Украина – это единственное государство на постсоветском пространстве, ну, не считая стран Балтии, которая уже, конечно, часть западного блока. То есть, единственная страна, которая проводила по отношению к России или недружественную, или хотя бы нейтральную такую политику. То есть, единственная страна, которая на начало 22-го года четко занимала свой курс, который шел в разрез с курсом Российской Федерации. То есть, единственная страна, которая мешала фактически Владимиру Путину сказать, а я фактически исправил, как он это воспринимает, все ошибки, которыми он считает, там, развал Советского Союза, как развал исторической Российской империи. Поэтому, да, для него Украина это был последний такой вот фортпост, последний очаг сопротивления, сломив который, он мог бы гипотетически сказать, что я достиг, соответственно, вот этой цели и уже не иметь такого очага сопротивления, потому что с покорением Украины просто ничего бы больше не осталось такого, что могло бы противостоять Российской Федерации. Поэтому, да, это хорошо, что люди понимают, какую роль Украина играет сейчас. Это не только об Украине речь, не только об европейской безопасности, а о том, чтобы не дать, воссоздать под тем или иным предлогом, под тем или иным названием, соответственно, Советский Союз или Российскую империю 2.0. И фактически потом начать кошмарить и Центральную Восточную Европу. Это очень большая трагедия, что люди забыли, насколько тектоническим сдвигом было возрождение Украины 30 лет назад. То есть, что фактически Россия утратила очень много живой силы, которую она использовала для покорения соседних государств. И она утратила площадку для того, чтобы кошмарить ту же Польшу, ту же Венгрию, Словакию, Румынию и так далее. Вот это большая трагедия, что, например, Венгрия сейчас занимает ту позицию, которую она занимает, при том, что Венгрия была второй страной после Польши в Европе, которая 30 лет назад признала независимость Украины. Потому что те Венгрии понимали, что такое независимая Украина. Это безопасность для Венгрии, это гарантия неповторения 1956 года, когда из Прикарпатского военного округа зашли те силы, которые уничтожили Венгерскую революцию 1956 года. Это очень плохо, что некоторые люди забыли историю и не понимают, какое значение имеет независимая Украина для безопасности. Это фактически центральная и восточная Европы вообще, но и фактически всей Европы в широком смысле этого слова. Несомненно, несомненно это так. Я скажу больше. Давайте по другому вопросу я вам задам. Хорошо, понятно, примерно понятно, от чего хочет Москва. Когда Украина побеждает в этой войне? Победа это очистка всей территории. Конечно, с Крымом и с Донбассом. Это первое. А, кстати, я прошу прощения, я подумал, а потом вообще забыл. Я знаю, что Украина может уступить. Я точно знаю, что Украина может уступить России. Украина, несмотря на то, что мне бы этого очень не хотелось, Украина может уступить России свои исторические права на Кубань. Но вообще-то мне бы не хотелось, чтобы это было, потому что грузино-украинская граница может выглядеть очень красиво. Но тут можно говорить об уступках. Больше уступать, в общем-то, Украине нечего. Просто физически нечего. Об этом тоже стоит поговорить. Но это позже. Я думаю, что мы еще встретимся, когда этот вопрос станет актуальным, уступать или нет. А вот, что касается победы, Украина может победить тогда, когда очистится территория. Очистится территория и будут выплачены репарации, но при всем при этом Россия продолжает оставаться милитаризованной и опасной для Украины. Или когда очищение территории, выплата всех репараций, денуклеаризация, денацификация и демилитаризация России. Я понимаю, что вопрос риторический. Но есть ли в обществе понимание того, что без третьего варианта победа не будет полной? Вот это вот пример того, что единого мнения в Украине нет. То есть идет разное мнение, разная дискуссия. Но чисто логически, следуя той или иной линии, вы абсолютно правы, что зло, которое не наказали, не наказали до конца, то есть не уничтожили до конца, оно может возродиться, и мы вот фактически это и увидели. То есть та Россия, которая там якобы 30 лет назад началась, но она ей оставили ядерное оружие, ей оставили место в Совете Безопасности ООН, ей оставили возможность торговать теми или иными ресурсами, не ограничили в военном плане, да, она фактически за 30 лет смогла накопить потенциал для того, чтобы опять заниматься тем, чем может заниматься Российская Федерация вообще, то есть заниматься агрессией по отношению к своим соседям. Соответственно, то есть следуя этой логике, да, пока весь мир и в частности Запад не примет формулу, что должна быть денацификация, денуклеризация и демилитаризация России, как это было с Третьим Рейхом, то безопасности в Европе не будет. Но тут же как раз главный вопрос в том, что примет ли это Запад, то есть Украина-то это может принять, но чтобы реализировать эту опцию, нужно очень много ресурсов. К сожалению, у нас сейчас ситуация, я вам честно скажу, мы сейчас в той ситуации, что нам хотя бы наладить жизнь, вот как сейчас она есть, то есть в этих условиях, потому что вот для вашего понимания, для понимания зрителей, сейчас люди, они не ощущают все эти негативные последствия от боевых действий, я имею в виду экономику. Но вот уже была цифра по вопросам, до 50% людей в Украине не работает, то есть война, она имеет колоссальные негативные экономические последствия, и просто сейчас люди их еще не ощущают, но я думаю ощутят очень скоро, потому что это отрыв людей от работы, от места проживания, соответственно, вопросы, где они будут дальше работать и так дальше. То есть я веду до того, что, понимаете, чтобы говорить о плане максимум, который вы озвучили, который должен бы по всей логике быть целью политики, эту цель должен принять коллективный Запад. То есть Украина с своими ресурсами, которые у нее есть, мы не можем сами, или, например, с Грузией реализировать вместе этот план. То есть что мы можем сейчас, это с помощью Запада, если он нам, опять же, даст лучшее оружие, имею в виду, больше огневой мощи, мы можем дальше систематически уничтожать русскую армию. Например, но мы не можем не давать России ресурсы. То есть это уже вопрос для Европейского Союза. Насколько долго он будет зависим от энергоресурсов, насколько долго он будет импортировать нефть, газ, и фактически давать России средства для продолжения агрессивной политики. То есть если Запад примет соответствующий план максимум, который был принят во вторую мировую войну антигитлеровской коалиции по отношению к третьему рейку, тогда да. Тогда я прошу прощения. Пытаются по интернету найти. Потерпят. Так вот, если примут державы с много большими ресурсами, как тогда приняла Соединенные Штаты Америки, которые своей мощью подпирали всю антигитлеровскую коалицию, помогали Великобритании и Советскому Союзу, тогда да, тогда есть шанс. Но при всем моем желании, при всем, ну, я соглашаюсь с вашей позицией, что зло нужно наказать. В ином случае она опять возродится и опять будет представлять угрозу. То есть здесь вопрос простой подпишется ли под такую политику коллективный Запад. И мы, к сожалению, видим очень-очень разную позицию. Возможно, под это будет создана ситуативная коалиция некоторых стран НАТО. Но опять же мы видим, вот, например, к Великобритании у меня вопросов нет. А, например, с Соединенным Штатом вопросы есть. Потому что, имея паритет по ядерным вопросам с Российской Федерацией, имея много больше конвенциональный потенциал. смотря на тот факт, что 70-80% российского конвенционального потенциала вокруг Украины, то есть НАТО нечего бояться по вопросу конвенциональной войны, США все равно осторожны. США не дают нам истребителей, соответственно, не готовы реализировать вот той польский план, который был. Поэтому, скажем так, если Запад согласится на вот эту политику максимум, тогда мы ее можем коллективно реализировать. То есть мы уничтожаем российские войска по отношению к Российской Федерации в торговой сфере, в сфере инвестиций, в сфере технологий никакой Китай не компенсирует никогда. Потому что Европа до начала этого этапа украинско-российской войны, Европа все равно это где-то 40% российского экспорта и импортных операций. То есть никакой Китай никогда не компенсирует. Поэтому здесь весь вопрос не к украинскому народу. Украинский народ может быть частью вот этой коалиции, может исполнить свою роль в этой коалиции, но мы не можем взять на себя эту функцию, потому что здесь стоит вопрос, понимаете, фактически если мы возьмем план максимум, здесь есть угроза просто того, что часть Украины как минимум превратится в большой грозной. Соответственно, для того, чтобы реализировать план максимум, нам нужна поддержка, намного большая поддержка, и мы не можем сами ее реализировать или взаимодействовать с некоторыми странами. Это понятно, но вы уже сделали все, чтобы понять, с чем дело, если бы я месяц назад, ну месяц с лишним назад начал бы вам говорить все эти вещи, ну вы как человек культурный наверное бы мне в лицо это не сказали, но тихо бы покрутили бы у виска рукой, типа того, это, в смысле того, что это не то, что это нужно, а то, что это возможно. А сейчас уже мы с вами на полном серьезе это обсуждаем, более того, да, Украина сегодня на практике проводит демилитаризацию России, на практике проводит, скажем прямо, и проводит достаточно успешно, потому что лучшие образцы вооружения, лучшая элитная часть их, они или уже остались в Украине навсегда, или просто не боеспособны. Но при всем при этом, вы понимаете, в чем дело, еще даже неделю спустя, после начала войны, я не решался бы говорить что вселяет в меня уверенно, что так именно должно произойти. Я думаю, то, что они пошли по пути военных преступлений, а военные преступления, они не могут быть не наказаны, и это всегда нам всем нужно апеллировать к этому. Ну а как иначе? Ну как можно вести переговоры с военным преступником? С тем человеком, который в прошу да против человечености. А дальше, дальше системно, я всегда говорил о том, что наши страны добьются полного суверенитета и безопасности только при системном кризисе, а у нас будет шанс добиться его при системном кризисе в Российской Федерации уровня 17-го и 91-го года. По всем признакам этот кризис наступает. По-другому, чем в 91-м, но очень может быть, что очень похоже будет на 17-й. Это когда вот эта вся вооруженная масса, которую сейчас тем более нагодят уже Первую мировую войну, что произошло? Первую мировую войну произошел интересный феномен. У России была кадровая армия, которая выкосила, и потом пришли вот эти люмпенизированные ребята, которые потом поехали назад грабить с автоматами. может произойти нечто такое, я не исключаю этого сценария вполне. Я вообще думаю, что нет, я не говорю, что это произойдет, я думаю, что есть шанс, что война может закончиться через неделю или через три дня, если они посыпятся вдруг. Возьму ты бы это запасов. Хороший вариант. Хороший вариант, то есть опять же, да, есть некоторые предпосылки, этому, то есть что не имея успехов и понимая всю бесперспективность противостояния в Украине, то есть эти вот рядовые кадры или офицеры среднего звена развернут оружие, вот это очень интересная параллель, но опять же, скажем так, ожидая лучшего, готовиться нужно к худшему сценарию, чтобы в случае реализации худшего сценария иметь все-таки предпосылки, то есть почему я постоянно говорю, что Украине нужно четко понимать, сколько ВВП в нас осталось, какой процент ВВП мы отправим на вооруженные силы, что мы можем производить сами в плане номенклатуры вооружения, что мы можем просить наших партнеров, потому что опять же, даже используя параллели с Первой мировой войны, понадобилось сколько? Больше двух лет. Двух лет и активного уничтожения российской армии, российской императорской армии, для того, чтобы в конце концов вот этот факт, плюс накопление противоречий в середине самой Российской империи выделилось то, противостояние выделилось то, что два лучших союзника российского государства развернулись против самого российского государства. Самый главный вывод, к которому мы должны прийти в итоге, это то, что Украина уже победила весь вопрос в цене, к сожалению. И я уверен в том, что сейчас сбывается старое присказка. Киев крестил Москву, он ее и отпоет. Огромное спасибо. Аминь. Огромное спасибо за очень интересную беседу. И слава Украине. Героям слава. Спасибо за приглашение. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых